здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко напомню вам что как всегда в этой программе мы открыты к любому диалог обсуждаем самые разные проблемы а иногда говорим просто о приятном а что может быть лучше чем искусство да еще искусство кино тем более когда сюда к нам студию приехал человек которого вы сразу же узнаете у нас в студии андреас вишневский актер танцовщик между прочим свое время классического балета и человек который сейчас снимает документальное кино андреас good evening сразу же скажу что до того как начиналась наша программа я адресу сказал что наше поколение вот мое фильм крепкий орешек которым он принимал участие может смотреть но как минимум раз в неделю вот ведь как интересно происходит что я для наших зрителей сейчас что люди приходят в профессию творческую разными путями и вот в частности а андреас занимался классическим балетом балет помогает сегодня оставаться в такой замечательной форме еще тот балет занимается ли он сегодня какими-то балетными практиками и кидаю штуку иди уж тунна конечно я не могу представить заниматься балетом серьезно сейчас я наверно будет закончил в госпитале меня занимаюсь другими вещами я занимаюсь с тяжестью с весами в тренажерном зале занимаюсь йогой как ни странно в прежние времена когда я начал заниматься балетом это было очень популярно заниматься классическим балетом конечно в кино это не так поскольку большую часть времени ты сидишь на стуле скажите пожалуйста вот это первое ощущение когда первый раз попадаешь на площадку как это у вас происходило я помню это ощущение абсолютной свободы и восторга как я раньше сказал я не мог продолжать оставаться палетным танцором полет был всегда тяжелым для меня потому что я не мог делать некоторых вещей которые были доступны людям у меня было очень много травм и боли на тусу когда наконец я очутился на сцене я понял что это так свободно что я могу быть актером не зависит классического балета больше то есть можно сказать что вы стали какой-то степени актером драматическим кино актером ну по неволе что ли или случайно это то же время когда я начинал работать как актер у меня появилась меньше возможности выступать как танцор я встретил студента режиссера который попросил меня участвовать его выпускном фильме это всегда интересно потому что на сцене у тебя есть только один шанс но в фильме ты всегда можешь сказать но почему нет у меня я бы мог это сделать лучше андреас скажите пожалуйста мы знаем массу фильмов где такие хорошие подобранные актеры которые изображают но либо хороших людей чаще плохих я возвращаюсь крепкому орешку потому что нашим зрителям будет это понятнее вам не обидно было играть вот человека такого есть главная роль да есть человек с положительными какими-то качествами а вы играли вот такого не самого хорошего на самом деле это был восторг потому что это была моя первая работа в голливуде я помню как я ждал в лондоне мою визу первую визу в соединенные штаты и а она была отклонена то есть я не получил рабочую визу штаты 20 век fox компания который снимал этот фильм сказали мне что я должен пойти на самолет в любом случае даже без визы они сказали что в любом случае за то время пока ты летишь в штаты мы сделаем тебе визу и на вклоза один новый даже же не был в этом уверен в конце концов они решили все вопросы иммиграционные вопросы в момент моего перелета и сразу самолета меня привезли на съемочную площадку на съемочной площадке режиссер работал лично с вами всю картину выстраивал или это были какие-то помощники а режиссер только работал с главными героями очень странно войну потому что часто мне об этом спрашивают это что я обычно говорю это была одна из самых скучных работ моей жизни был в контракт у меня был на два месяца но на сайте я провел всего 14 дней половина тех дней они отправили домой без съемок и на протяжении остальных оставшихся семи дней я был постоянно мертвым на сцене у русских актеров у некоторых они считают что плохо когда тебя снимают в роли убитого что это плохой знак здорово то что я не знаю об этом долгое время я умирал на экране часто но я скажу что умирали вы красиво еще такой вопрос прежде чем мы сделаем перерыв так повелось что немецкие музыканты очень часто поют на английском языке чтобы их музыка стала популярна за границей во всем мире немецкие актеры тоже стараются устроиться вдали от родины на работу я угадал по берегу древес почему причине на самом деле как я считаю в германии больше не существует настоящей киноиндустрии у нас очень много театра но это очень особенная вещь как маленькие провинциальные театры конечно же там определенные рамки которые ты можешь и не можешь воспроизводить театре и из-за немецкого закона когда подписываешь контракт ты обязан оставаться два года в стране конечно очень большая ответственность если это вдруг не сработает но с другой стороны очень большая индустрии телевидения у нас да у немцев очень странный подход к этому они не очень серьезно к этому относятся и делают это достаточно дешево когда в общем то они не должны быть делать так поэтому считаю что это вполне естественно когда немецкие актеры пытаются уехать за границу и конечно же голливуд одно из мест куда они стремятся попасть я всегда очень привлекала также англия поскольку я всегда любил английские фильмы и английская традиция актерства я должен сказать что я не знаю это будет как приятно услышать неприятно но мне кажется у андреса лицо вот есть люди вот мой отец был таким вот он приезжает в эту страну кажется что представители этой страны приезжает в эту страну представитель этой страны то есть смысл чем что мне кажется вы в любой стране будете за своего выглядит конечно же это здорово подачка твердый должен играть разные разные вещи но я не знаю что это ко мне подходит но спасибо что вы это сказал я думаю в конце все не услышим я знаю слово которое знает андрес и тогда вы увидите что он это скажет абсолютно по-русски я еще хотел такой вопрос адресовать возвращаясь к германии совсем недавно произошло на события мы отметили очередной вернее очередной да можно сказать юбилей объединение германии как вы относитесь к объединению германии я думаю что это самая лучшая вещь которая полиции когда-либо произошла тюкань фрисе когда две страны объединились как вы можете с этим спорить я помню когда я сидел в лос-анджелесе моей квартире смотрел по телевизору как это происходит я помню как моя челюсть отвисла до моего желудка сделаем небольшую паузу напомню что сегодня у нас я так может быть и мы мало нас и не говорю потому что такой эфир у нас сегодня с помощью переводчика поэтому сделаем паузу напомню что у нас сегодня в студии андреас вишневский режиссер документального кино об этом мы поговорим стать во второй части а также актер и в свое время он танцевал настоящим болеть напомню что вы смотрите программу открытый диалог сегодня у нас в гостях актер андреас вишневский сейчас он работает режиссером документального кино об этом мы поговорим совсем скоро а пока возвращаясь к тому что мы говорили в объединении германии я не могу не адресовать ему этот вопрос мы находимся сейчас в россии к германии всегда было отношения сложное как считает андреас сегодня германия это великая страна в европе потому что считается что в евросоюзе она главная и еще один такой под вопрос как ему удается наблюдать за родины оттуда издалека я стараюсь не обращать на это много внимания конечно же я смотрю на все что происходит во всем мире да и если обращать в нашу страну то всегда хочется углубляться больше в культуру какие-то национальные вещи ну то есть нет политики но политик тогда поговорим о вашей сегодняшней работе можно ли сказать так что актер режиссер который работает в драматических направлениях когда переполняется вот этой вот составляющей актерского но рано или поздно почему-то приходит к документальному кино то есть от выдуманных историй он приходит к реальной истории как вы пришли в документальное кино и почему это очень длинное личное путешествие я не знаю как правильно это объяснить но наверное проблема в том что я нахожу слишком много вещей интересными есть одно очень известная английская пословица когда перефразирую ее когда ты можешь делать слишком много вещей но не очень хорошо я восхищаюсь людьми которые могут сосредоточиться на чем-то одном или достичь очень большого успеха в этом но если это относить ко мне то мне всегда казалось что когда ты идешь через все ступени создания фильма сценарий собственно работа на площадке съемочной это все должно проходить через твою фантазию через твой мозг мне всегда нравилось быть частью чьей-либо фантазии но как вы только что сказали что конечно там есть фантазия но есть реальная жизнь наверное это связано в первую очередь с моим возрастом что сегодня я хочу сделать больше чего-то полезного именно для общества чем просто развлекать людей скажите пожалуйста но есть еще один такой знаменитый голливудский фильм игра в котором показано что когда человек уходит какое-то виртуальное пространство он уже начинает путать где на реальность где нереальность вопрос звучит так вы как режиссер документального кино делаете материал о каких-то фактах а людям хочется играть играть вот почему реальный человек сегодня уходит виртуальный мир а ему неинтересно жить в реальности в настоящем да это очень сильно беспокоит я думаю что мы живем в мире в котором слишком много неизвестного мы используем эти вещи ежедневно но мы на самом деле от них отделены для меня лично это можно сравнить что личный опыт это что-то такое связанное с духовностью а все что касается виртуальной реальности это дьявол да ну вот мы к этому и в общем-то шли тем более что насколько я понимаю вы я не знаю правильно скажет занимаетесь йогой да недавно здесь находилась женщина которая тоже занимается йогой наша российская вот в этом месте и как мы с ней переговорили я понял что йога по большому счету это то когда ты вдруг поднимаешь свое тело и ты начинаешь правильно дышать начинаешь правильно ходить и благодаря этому начинаешь правильно мыслить это так ясс асинка фига тиспу вы говорите совершенно верно для меня в первую очередь йога это то что объединяет тело и дух то есть вместо того чтобы работать на каждой части тела или думать о себе я как бы становлюсь всем вместе и объединяю и духовное и физическое в себе и как управе сказали дыхание так как самая важная вещь которая нас собственно помогает нам жить это основное что ты делаешь в йоге не могу не адресовать этот вопрос и актеру и человеку который прекрасно танцевал и наверное танцует режиссер документального кино скажите пожалуйста почему большинство людей ничего не делать для своего здоровья и сокращает свой реальный возраст жизни почему человеку свойственно убивать себя чему он не занимается своим здоровьем своим телом почему он не думает о себе предается всему так сказать не хорошему что его окружают почему люди не любят себя очень хороший вопрос я постоянно об этом думаю и основной ответ который я даю сам себе наверное это то что люди просто не любят сами себя почему вай до дону и я не знаю ответа на этот вопрос еще поэтому наверное может быть ответ в это на этот вопрос ищет все режиссеры мира и потому что если ответ будет найден то больше ничего не нужно дюбли за от ул я в это не верю я считаю что наоборот мне кажется что моя жизнь становится лучше и лучше богаче и богаче когда я становлюсь счастливее чем я есть чем старше становлюсь мне становится приятнее жить и я уверен что нет конечной черты всегда больше вопросов чем ответов я не беспокоюсь о том что вопросы будут исчерпаны тогда такой простой вопрос человек рожден для счастья или это тяжелый путь который должен пройти почему-то вдруг после я думаю что это и другое фильм который я так понимаю снят андреасом вишневский называется 12 граней моего разума возможности внутри нас скрытые возможности путь к внутреннему разуму обращаю внимание на название 12 граней моего разума почему цифру 12 так любят в кино так любят режиссер и так любят драматурги что скрыто в этой цифры цифре или это случайность затронуть все двенадцать важных частей разума которые естественно выходят из очень большого номера больше чем для примера основная основное это страх что мы будем делать с нашим страхом расслабление очень важная часть разума ненависть безразличие все эти качества я вижу как часть нашего сознания как кусок большого пирога когда вы работаете над этим вы понимаете что вы можете взять каждый этот кусочек и разработать его и когда вы работаете с этими двумя частями разума тогда весь торт весь пирог становится лучше и то что я веду когда все это вместе работает то конечно же личность человека становится лучше интересная вещь что мы настолько приучили себя к тому что счастье человека зависит от внешних вещей как деньги успех что мы совсем забываем о думать о том что у нас внутри и не понимаем что если разработать свой внутренний дух то мы можем быть счастливыми удовольствие совершенно мало не так ли это удивительная вещь голливудских фильмах чаще всего в голливудских такой сюжет очень простой человеку пытаются влезть в мозг и пытаются отключить какую-то функцию ну например отключить добро чтобы он был убийцей вот как вы считаете если из этих двенадцати граней разума может быть вообще что-то удалить либо они все должны быть рядом и ненависть и злость плохие качества то есть все должно быть сбалансировано и зло и добро это то что люди чаще всего считают именно так мы хотим избавиться от некоторых вещей я не хочу бояться но то что я нашел для того чтобы научиться этому ты должен сделать совершенно обратную вещь и не избавляться от этого поэтому так же я отношусь к к вопросу о том чтобы избавиться от своего страха или любого другого неприятного качества из моего личного опыта вместо того чтобы бороться с вещами к примеру если мы подумаем о том чтобы создавать врагов почему мы просто не может быть друзей на не лучше ли просто представить себе что твой страх может быть твоим другом который спасает твою жизнь почти что ежедневно всего лишь говоря тебе чего не стоит делать вы сегодня дома можете для себя что-то еще станцевать я поясню знаменитый русский актер который ушел из жизни в возрасте 104 лет хотя говорят мы были все 107 владимир зельдин он работал до конца дней в театре и в последних спектаклях он танцевал которым было 104 года вы еще можете станцевать для себя вам это интересно сколько я помню последний раз я занимался в балетном классе 30 года назад и у меня пришлось закончить с этим потому что я повредил себе ногу а последний вопрос вы режиссер актер очень творческий человек если бы вам сейчас предложили все деньги этого мира снять фильм чтобы это был за сюжет какой бы сюжет вы хотели бы привнести в мир показать по-своему и как раз над этим сейчас работают эти двенадцать частей разума когда начал работать на фильме я стал думать о музыке кто напишет музыку для моего фильма и я случайно наткнулся на итальянского началиста по имени Джоанни Солима но познакомившись с ним я был настолько восхищен его талантом и гением что я решил как раз вот это тот человек который мне нужен потому что например того на чем я работаю я решил снять и о нем фильм тоже я знаю что у меня с проблемой обладать слишком многими идеями но слишком мало из них воплощать жизнь теперь я начну мечтать о следующем проекте только тогда когда предыдущий проект завершён понятно ну и самое последнее как и обещал мы должны сделать доказать что любой актер говорящий на твоем языке должен быть похож на если русский то русский если американец то американец мы поговорили сегодня с андреасом вишнев ски хорошо большое спасибо напомню что у нас сегодня в студии был андреас вишневский актер танцовщик классического балета режиссер документального кино человек который ну как мне кажется разбирается не только в кино драматургии в балете разбирается смыслах жизни а смыслом может быть несколько я думаю что сегодня некоторые из наших телезрителей тоже задумываются над многими вопросами благодаря вам это была программа открытый диалог с вами николай пивненко до свидания а и но и и Продолжение следует...